Никулин вместе с Петром Счастливым и Вячеславом Кулевиным сегодня составили третье звено нападения. Армейцы в атаке. Да, и очень опасный бросок. Фалтер дотягивается. И продолжается, продолжается атака гостей. Еще один момент. Великолепная передача в итоге последовала от Александра Никулина. И вот как раз третье это звено армейцев отличается. Денис Куляш становится автором первой заброшенной шайбы. Ну, здесь еще раз я отмечу великолепную передачу из-за ворот Александра Никулина. Вот оно звено. Никулин, Счастливый и Кулемин. Ну, а авторство Дениса Кулеша вместе с Сергеем Розиным, 48 номером. И ответный атака, и тут же 1-1. Ну, я же предупреждал вас, друзья, что сегодня мы будем наблюдать за интересным матчем. Надо посмотреть, сколько секунд прошло с того момента, как первая шайба была заброшена в встрече. А вот и ответный. А вот и ответный Алексей Касауров. Четвертое звено отличается у нижегородцев. В этом четвертом звене сегодня играет Максим Потапов, 24-й. Алексей Касауляш забросил свою первую шайбу с передачи Александра Никулина. Ну, и прошло-то всего 20 секунд. Как счет сравнялся, еще одна опасная атака. Полтуржа выбрались до середины первой 20-минутки. Армейцы по центру входят в зону. И смотрите, какой рейд! Ну, просто супер! Вернулся из одного армейского коллектива. Да, обыграл Евгения Королева. Ну, это вот тот случай, когда в первую очередь хочется похвалить нападающего, а не критиковать защитника. Я думаю, что кто-кто, Евгений Попикер. Не удалось шайбу протащить. Не удалось обыграть один в один Дениса Кулеша. Отличная передача. Альберт Лещев, бросок! Да, хитро. Ну, а в дальнейшем календаре Нижегородца, наверное, уже в других периодах, опять третье звено и 2-1. Александр Никулин выводит гостей вперед. Ну, что ж, второй раз в первом периоде третье звено московских армейцев отличается за брошенную шайбу. На самом деле, вот эта диагональ, она была в никуда, получается. Ну, два... Четвертые звенья сейчас на льду и у той другой команды, хотя уже армейцев появляется. Первое звено и как раз Сеттерфорд первого звена Марк Хартиган делает счет 3-1. Кистевой бросок в дальний верхний угол ворот Мартина Фалтера приносит результат. 3-1. Поздравляют партнеры. Вот, смотрите, не удалось шайбу выбросить через лицевой борт. Кулемин за ворот. Отличная передача! И Петр счастливый делает счет 4-1, реализуя численное преимущество. Бросок в ближний угол. Ну, и, похоже, Мартин Фалтер уже готов был перемещаться к противоположной штанге. И от нас этот эпизод был закрыт. Видели мы только бросок. Но последний бросок, похоже, все-таки нанес Петр счастливый. Получает поздравление Александр Никулин. Ну что, друзья, ну... Помню Альбер Мечев. Четвертый. А, отличная передача под синюю линию. То есть, проиграл позицию Максим Гончаров, Андрей Никитенко. И отметим... Еще раз отметим великолепные действия клюшки. Смотрите. Вот так. И не позволил себя обыграть. Нала. Армейцы завершат свое вот это выездное турне. Ну, выездное, но условно. Тоже сейчас вот матч против нижегородцев. Наброс. Звено Альберта Лещева. Максим Гончаров с Дмитрием Савистов. Пара защитников. Выход два в одного. Отличная передача. И здесь, конечно же, здорово сыграл Мартин Фалтер. Лидстрем. И все-таки в третий раз вот эта связка Лидстрем. Знаете, здесь есть филат. Вот здесь уходит Аким Лидстрем. И борт очень неплохо переигрывает Георгия Мишарина. Последовала передача. И успевает закрыть. И потеря, и выход два в одного. И решил сам бросить Марк Артиган. Даже не стал в эти последние минуты большинства менять вратаря на шестого полевого игрока. Евгений Попихин. А может быть и зря. Но это его взгляд. И звучит сирена. Ну что ж, неудачную серию после...